Друзья, привет! Фикс Прайс, энтузиастов 33, индустриальный 34, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары в этих магазинах. А потом прогуляемся по Ашан, поищем подарки для мужчин. Приятного вам просмотра! Яркий игровой набор волчки. В набор входит 5 разных волчков и рукоятка для запуска. Есть подробная наглядная инструкция. Все очень легко. Цена такого набора 199 рублей. Новые тетрадки с двойной обложкой. Верхняя обложка пластиковая, полупрозрачная. 48 листочков в клетку. Покажу вам все варианты. И стоит такая красивая тетрадка. Посмотрите, какая прелесть. 59 рублей. Это также новинка. Это скетч под нагребни. 80 листов. Очень плотные листы. И также красивые варианты. Цена 124 рубля. А это креативный блокнот. 80 листов. Посмотрите, какой объемный декор. Он очень мягкий. Сделан из спонжа и силикона. Обложка также очень мягкая. Сделана из полиуретана. 80 листов. Есть закладка. Посмотрите, какие прикольные есть. И даже страшные. Но вот это мне понравилось больше всего. Такая мягкая попочка. Цена такого блокнота 249 рублей. Поступили новые аромодиффузоры. Вот в такой большой коробке с золотой крышкой. Туда входит ароматическое масло 100 миллилитров и палочки из микрофибры. Срок ароматизации более 12 недель. Вот так выглядит бутылочка и палочки. Я нашла пряный апельсин, лавандовый букет и имбирный чай. Ароматические компоненты произведены во Франции. Цена 299 рублей. Ароматическое саше. Ручной работы с натуральной лавандой. Находится это все в мешочке. Изготовлено из имитации джутовой ткани. Нежный, ненавязчивый аромат без отдушек и ароматизаторов. Изготовитель Москва. 149 рублей. Кислородный пятновыводитель нового поколения. Я вам вчера показывала и очень подробно все о нем рассказывала. Не содержит хлора и фосфатов. Безопасен для детской одежды. 900 граммов. 299 рублей. Средство для мытья пола. Не требует смывания. Есть хвойный аромат и лимон. 2 литра 149 рублей. Универсальный пятновыводитель и усилитель стирки. 300 миллилитров 79 рублей. Сюда также поступили вот эти прекрасные мягкие меховые тапочки. И леопардовые есть. И вот такие вот есть, как барашки. И с открытыми пальчиками. Всякие разные. Тут даже, по-моему, больше ассортимент, чем на Калантай. И стоят они 399 рублей. Вот такие носки женские привезли. Внутри меховые. Можно сказать, что тапочки. Подошва противоскользящая. Сделана из силикона. Очень толстые. Очень мягкие. И вот такие яркие расцветки. Размер 36-41. Состав акрил, полиэстер. 199 рублей. Корзина ротанг с ручками. Плетеные стенки. Очень крепкая. Отлично изготовлена. 199 рублей. Есть светлые и темно-коричневые. Производитель Россия. Также поступили корзины вязь на 14 литров. Они с крышкой. 299 рублей. Новинка. Такого я еще в Фиксе не видела. Это чехол для одежды 100 на 60, 10 сантиметров. Закрывается на молнии. На нем еще 4 прозрачных больших кармана. В которые можно положить и носочки, и футболки, да что угодно. 299 рублей. Контейнер для косметического мусора. Крышка. Качели. Три расцветки. 299 рублей. Они когда-то были в продаже, но привезли. Органайзер для косметики аксессуаров. Со вставкой. Много отделений. Можно вынуть и помыть. Три расцветки. 249 рублей. Вот такой органайзер. Также вставочку можно вынуть и все внутри помыть. Три расцветки. 199 рублей. И вот такая баночка. Тоже для косметики аксессуаров. Три расцветки. 199 рублей. Увлажняющий тональный крем с экстрактом авокадо. Сюда также привезли 40 миллилитров. Производитель Китай. 149 рублей. Тон не указан. Также привезли тинт для губ с экстрактом мускатной дыни. 79 рублей. Поищем новинки в отделе посуды. И сюда вновь привезли рукав для запекания. Для всей семьи. Большой. 10 метров. Шарина 38 сантиметров. И стоит 79 рублей. Сюда также поступила вся серия посуды с разводами. Красный, зеленый, синий. Не буду вам перечислять. В предыдущем обзоре были цены и размеры. Материал фарфор. И также поступила огромная серия посуды из керамики. Как видите, все есть в трех расцветках. Набор банок. Три штучки. Сделанные из жести. Сюда также приехали. Три расцветки. Три дизайна. 149 рублей. Посмотрите, какая новинка. Оригинальный стакан. 560 миллилитров. С цветным дном. Украшен забавным рисунком. Нашла три дизайна. Очень симпатичные. Это просто стекло. Довольно толстое. Цена 87 рублей. Стеклянный стакан. 410 миллилитров. С рельефным узором. Вот с такими переливами. 83 рубля. И вы посмотрите, что опять поступило. Это молочник. 350 миллилитров. Для подачи молока или сливок, кофе или чаю. С удобным носиком. Это боросиликатное стекло. 124 рубля. Изящный бокал для вина. 650 миллилитров. С надписями. Есть надпись на русском языке. Есть на английском. Производитель. Гусь хрустальный. 249 рублей. Бокал для вина. 780 миллилитров. Производитель. Гордбор. 199 рублей. Кружка. 390 миллилитров. С цветком. Толстое стекло. И нашла еще с тюльпанами. 62 рубля. Это такое. Он тут сел. Не работает. Малюсенькие контейнеры для еды. 150 миллилитров. 11 рублей. 80 копеек. Крышки разного цвета. Также есть прямоугольные контейнеры. 200 миллилитров. 27,50. Дуршлаг с ручками. 23 сантиметра. Опять привезли очень много. На ножках. Нержавеющая сталь. Ручки сделаны из пластика. Ручки есть белые, черные и, по-моему, темно-зеленые. 199 рублей. Вечная открывалка из нержавеющей стали. 43,50. Поступила фасоль красная в томатном соусе. Состав фасоль, вода, паста томатная, сахар, соль и пряности. 390 граммов. 69 рублей. Я вам вчера показывала коробку конфет Белиссимо крем-брюле. А в этом магазине есть с шоколадным вкусом. 149 рублей. Магазин Ашан. Мега Дубенко. Санкт-Петербург. Походим по магазину, поищем подарки для мужчин. Приятного вам просмотра. Посмотрим, что привезли для мужчин. Вот такой бокал, 200 миллилитров. Боже, 1000 рублей. Внутри он металлический. С волком. 1109. Кружку тунели. Стоил 2000. Сейчас полторы. Тяжелая. Но не знаю, кто такой купит. С серебром. Полторы тысячи. Топок. Пьяный шахмат называется. Вот эти маленькие стеклянные стопочки. 1300. Так, стаканы. Ничего себе. Рожден в СССР. 80 рублей. Набор мужской. Графин. 500 миллилитров. И 6 топок. Золотой герб называется. 650. Бокал для пива. Кружка. 96 рублей. Шаканчик 82. Вот такой. Кружка для пива. 202 рубла. Мужские. 180. 140. Там с рыбалкой даже есть. С надписями. Дедушка. Это как папа. Только круче. Для меня авторитет. Мой дед. Вот такие надписи. Кружка 350 миллилитров. Написано фарфор. 130 рублей. Евгений Иван с именами. Для моей кружки также с именами. Валерий Евгений. Илья 250. Кайс фарфора. Неприкосновенный запас. 350. Мясо. Ну такие смес-вокс. 980 миллилитров. 165 рублей. Стакан для горячих на пивках. 210. Термостакан. Приятный цвет. 300. Миска с крышкой. 197. Какие ящики с инструментами. Без инструментов. Разные. Какие конфеты. Гордость отчизны. 280 рублей. С Петром. 200 граммов. Банк красивый. Леденец. 26 рублей. Уши. Шляпка. Это уже 48. Посмотрите какая фигура. Шоколадная фигурка. Офицеров. 110. 110. Все для мужчин. Мастер на все руки. 380. Набор инструментов из шоколада. Пистолет шоколадный. А это дрель. 290. В бочонках. В бочонках. Вольфер тингер. 5 литров. 2100 рублей. Столовых приборов для стейков. 4 на 4 персоны. Вилки и ножи. С деревянными ручками. 700 рублей. Так. Плоские шампуры. Шампура. 6 штук. 329. Вот такой набор. 700 рублей. Нож и кисточка. Друзья, спасибо большое за внимание. Мы находимся в доме купцов Елисеевых. Любуемся дальше. Все рассматриваем. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего хорошего и пока. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. А вот над входной зоной, над проходом, те же вадения славы, только поменьше. Поменьше. Красивая очень. Мы на лестницу пойдем. От ампира, от ворога, от классицизма, да? Да, я думаю, что это не пользовались. Пользовались. Сейчас только все давно попробуем. Конечно, они не пользуются. Но вы помните, что хранит греет, пока там есть огонь. Посмотрите, что у него на блофоне. А полон с музыкой... Как вам это объясняет? Это же характеризует человека, повезен пенсортик. Они имеют очень много товаров, они поезжают за сеть лава, они начинают приобретать другие доходные дома. Но это все работает сначала на рост капитала. И после смерти отца, отец у них умирает в 1925 году, то есть в 30 лет он сюда приезжает, в 50 лет умирает. Дело остается вот так в супруге, ему и записано. Купчиха, она к тому времени уже второй пенсии была. Малька Орелова и Елисеева. И сыновья семьи, при ней и ее капитали. После смерти матушки братья не стали его заниматься. Но банки организовали именно Елисееву второе поколение. А кто она не давал? Григорий Петрович, его брат, схват, про эту историю не знал. А где они получают варианты? Не просто так. Их отец, а потом и сам Степан Петрович, их отец, а потом и сам Степан Петрович, очень много денег, это вошло в семье на благородных баринах. Вот Степан Петрович на собственные деньги строит Казахстанскую церковь, который содержали сами бывшие хозяева. У этих людей уже не было детей, которые могли их строить. Нет. То есть сейчас это называется социально ответственный бизнес. Его старший сын на свои деньги в начале 20 века строит Елиниевскую больницу. И сейчас онкологическая больница станции Метрополь-Семенческая. Он же строит на свои деньги отдельную хозяйственную школу, а потом и из больницы. То есть из кубцов они стали дворянные. Беды и деды. В нижней части, на основном концов, на сложенном заказе медведя. Я с вас, если я не позвала, забыла. А в верхней части, видите, пять поколений Елисеевых, которые восходят друг за другом. То есть каждое предыдущее поколение подталкивает следующее поколение к свежим. Ясно. И интересно, что вот самые, скажем так, самые многочисленные семьи у Игоря Петровича и у него младшего сына.